24 на 7 Владикавказ. Здравствуйте! Очередная встреча руководства города столицы республики с населением состоялась накануне в поселке Корца, которая входит в административные границы города. В диалоге, который проходил под председательством главы администрации местного самоуправления города Владикавказ Борис Албегова, приняли участие все заместители главы и начальники структурных подразделений столичной мэрии. Мероприятие началось с отчета Бориса Албегова о проделанных за последние два года работе. Так, за последнее время произведено асфальтирование тротуаров вокруг школы номер 37, произведена замена силового электрического кабеля и ламп уличного освещения по улице Парковая, произведена замена труб водоснабжения, на улице Рабочая восстановлена канализационная сеть с улицы Королева, произведен капитальный ремонт в здании амбулатории, установлен остановочный павильон, а также уличный спортивный тренажерный комплекс. Жители подтвердили, что все эти работы осуществлялись качественно и в срок, однако сельчан волнуют и другие проблемы, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Например, здание секции бокса, в которой активно занимаются дети, требует ремонта, не проводившегося в помещении более 10 лет. Помимо этого, местные спортсмены обратились к Борису Албегову с просьбой помочь в расширении футбольного поля, находящегося на территории школы номер 37. Некоторые вопросы, поступившие от жителей поселка, удалось решить на месте. Одним из них стала просьба сельчан продлить маршрут общественного транспорта по улице Махачкалинской. Мы хотели продлить маршрут по улице Махачкалинская до Москва. Как вы собрали? В этом месте, вроде там нашли место, а вы были вот прямо. Возьмите двумя посылки. Вы без самих обустрелили этот, в прошедшем доме? Очень хорошо. В ближайшем доме. Борис Георгиевич, давайте, примите, пожалуйста, участие и решите вопрос. Видите, как радуются люди? Да. Давайте поддержим, да? Некоторые из пришедших на встречу сельчан обратились к грандоначальнику с личными вопросами и записались на прием, чтобы более детально поговорить о проблемах. Ситуация в отопительный сезон, которая складывалась в доме по адресу Ростовская, 44, была крайне серьезной. Котельная, подающая тепло, была построена в подвале дома. Такую систему отопления строили в середине прошлого века. Это не только неудобно, но и опасно для жизни. В реалиях сегодняшнего времени вместо гигантских котельных строят маленькие и компактные, которые могут давать тепло нескольким домам. Вот и на Ростовской, 44, теперь своя мини-котельная. Зданию уже 110 лет. По словам жителей дома, им приходилось мерзнуть зимой по несколько дней и недель. Амиран Хадонов в этом доме живет с рождения. Говорит, что так тепло, как сейчас, еще никогда не было. Постоянно были проблемы на линии. Теплота, теплотрасса, которая проходила к нам, она постоянно ломалась. Ее постоянно демонтировали, постоянно были у нас проблемы. Мы даже мерзли в этих домах. Дней по 10, по 15. Огромное спасибо нашим теплосетям, подрядчикам, электрикам, асфальтам, заводу, администрации и всем, кто участвовал в этом проекте. По предписанию Ростехнадзора, все подвальные системы отопления из-за пожарной опасности поднимаются наверх. Во Владикавказе существует еще пара подвальных котельных. Уже ведутся работы по их замене. К началу следующего отопительного сезона работы планируют завершить. Котел, как вы видите, отечественного производства. Надеюсь, что, по крайней мере, в ближайшие 10-15 лет проблем с данным котлом не будет, с его ремонтом. То есть задача в целом была поставлена такая, чтобы обеспечить качественное, надежное теплоснабжение объектов, в том числе жилых домов. Ход строительства новой школы, работы уборочных компаний и объекты незаконной торговли стали ключевыми темами еженедельного утреннего объезда главы администрации местного самоуправления столицы республики. Борис Албегов совместно с первым заместителем Тамерланом Фарниевым, префектами обоих районов Казбеком Алаговым и Ахсаром Таутиевым, а также заместителем начальника управления благоустройства озеленения Асланом Бираговым посетили дворы по улице Владикавказской, где жители жаловались на постоянное образование стихийных свалок. Борис Албегов поручил ужесточить требования к управляющим компаниям, в чем ведении находятся дома. Следующим пунктом объезда стала строительная площадка, на территории которой возводится новая современная школа, рассчитанная на большее количество учащихся. Планируется, что она сможет снять нагрузку на близлежащие средние образовательные учреждения, так как район активно заселяется и последние не в состоянии вместить всех желающих. Борис Албегов отметил, что строительные работы ведутся хорошими темпами. В ходе объезда глава города дал поручение разобраться с незаконно установленными торговыми объектами, расположенными на улице Шмулевича. Напомним, Борис Албегов проводит инспекционные выезды регулярно по пятницам. Россияне каждый год отмечают эту дату – 15 февраля, день вывода войск из Афганистана. В Владикавказе почтили память воинов-интернационалистов. Собравшуюся в афганском парке возложили цветы и венки к памятнику воинам-интернационалистам. Это родственники и сослуживцы героев, суворовцы, а также представители общественности и руководства республики. Из Северной Осетии в горячую точку отправились более 1200 человек. 58 из них не вернулись. Многие из тех, кто воевал в Афганистане, были удостоены боевых наград. 24 на 7. Владикавказ. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!